Томсалам алейкум. Почему кадыровщина делает такие вещи, если очевидно, что это не по религии ислам? Ну, это очень такой, наверное, вопрос рассуждения. Мы сейчас будем сидеть и рассуждать, а почему они, а что они, как они думают и так далее. Я хочу вам рассказать о другом очень интересном случае. Я тут на днях отправил вопрос, задал вопрос заместителю муфти Кадыровской Чечни Адаму Ильясову. Я, значит, записал этот вопрос и отправил ему сообщение. Я сейчас вам зачитаю этот вопрос и потом покажу, я получил ответ на этот вопрос и покажу вам, значит, ответ. Итак, пишу я. Скажи, пожалуйста, Адам Ильясов, в 99-м году в наше государство вторглась вражеское российское войско. Избранный нами президент Аслан Масхадов тогда возглавил оборонительную войну против оккупантов и призвал всех на эту войну. Ахмад Кадыров не ответил на этот призыв, а наоборот выступил против президента, перейдя на сторону России. Скажи, пожалуйста, Адам, являлось ли обязательным подчинение Масхадову как правителю для всех граждан Чараи, в том числе и для Кадырова? Или же подчинение правителю не является обязанностью для всех в такой ситуации? Что по этому поводу говорит шариат? Благодарю за ответ. Вот такой вопрос я отправил Адаму Ильясову. Надежде на... ну для того, чтобы получить ответ от человека религиозно образованного, мне нужно было узнать именно, что по этому поводу говорит исламское право. И я получил ответ на этот вопрос. Адам Ильясов ответил мне в эфире ЧГТРК «Грязный» в одном из ток-шоу. Давайте посмотрим, что сказал Адам Ильясов. Благодаря им европейская. Адам Ильясов ответил, что обязанностью каждого гражданина Чараи, каждого мусульманина было подчинение Аслану Масхадову и следование за ним в этой войне. Выходить против него, разумеется, нельзя было. И даже просто воздержаться от неподчинения нельзя было. Нужно было подчиняться беспрекословно. Я благодарю Адама Ильясова за этот короткий и очень содержательный ответ с точки зрения шариата. Я получил от этого колоссальную пользу. На самом деле, конечно, это было ток-шоу, темой которого была Чеченская Республика как одна из активных площадок подготовки добровольческих сил для участия в специальной военной операции на Украине. И, конечно же, в обосновании именно этого, отправки добровольцев в Украину, воевать на стороне России, как бы подкрепляя вот это с точки зрения шариата, говорил об этом Адам Ильясов. Но обратите внимание, как классно под этот ответ можно накидать вопросов, связанных со вторжением России в суверенную Чеченскую Республику Ичкерия. Можно очень много таких вопросов задать Адаму Ильясову. И этот его ответ будет подходить на все эти вопросы. И этот ответ будет против того, что они сейчас делают. Он будет против действий Ахмада Кадырова, против действий его сына Рамзана Кадырова, против действий всего этого муфтията, всех деятелей, которые сегодня что-то делают на территории Республики, будучи встроены в иерархию кадыровской власти. Этот ответ, он против них. Поэтому не обратить на это внимание я не мог. И, конечно же, я благодарен Адаму Ильясову за этот ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok